Лена Николаевна, давайте вам слово. Включаю звук. Здравствуйте, коллеги. Вы меня слышите? Слышу, прекрасно. Я тоже очень благодарна, что вы пригласили меня на эту конференцию. Правда, вы и в прошлом году приглашали, но вот там был ковид, поэтому я не смогла. Но не буду я тратить время на какие-то разговоры, чтобы уложиться во времени. Значит, мой доклад посвящен цифровизации как фактору трансформации социальных и когнитивных регулятивов научной деятельности. Вот сейчас я тоже попытаюсь включить презентацию. Насколько видна моя презентация? Видна, все хорошо. Да, спасибо большое, значит, коллеги. Я сразу приношу свои извинения. Я вчера сделала презентацию, утром я глянула и обнаружила там вообще некоторые ошибки. Но поправлять было уже некогда, потому что я перевела все это в ПДФ. Вот поэтому заранее прошу прощения. Значит, проблема моего такого небольшого исследования связана с тем, что сегодня, пожалуй, очень многие представители вот такой области знания, как философия науки, социология науки, там, социология научного знания и так далее, они обращаются к этой теме цифровизации или дигитализации науки. Но, тем не менее, как мне представляется тоже, всех интересуют какие-то частные аспекты. Допустим, появление цифровых журналов или трансформация научных сообществ или цифровые методы, особенно в различных дисциплинах. И почему-то очень много исследований, особенно российских авторов, посвящено цифровизации образования. Ну вот, что попыталась сделать я, я попыталась как-то обобщить какие-то представления, свести воедино, то есть увидеть систему там, где все видят разрозненные какие-то элементы по выражению, по-моему, Шумпетера. Вот это то, что представляет, собственно, сегодня мой доклад. И цель доклада – как бы осмысление результатов цифровизации науки в плане как изменения форм ее социального бытия, так и изменения каких-то когнитивных идеалов о субъекте, объекте, научная картина мира. И поскольку цифровизация, она касается не только, скажем, контекста, в котором развивается наука, но и самой логики научного исследования, то здесь уместно было как бы взять соединение двух объяснительных схем – это экстернализма и интернализма. Вот. Ну, первой такой небольшой тезис, что цифровизация науки влечет появление неких совершенно новых форм социального бытия науки, новых принципов организации научного сообщества, новых способов коммуникации ученых. Ну вот, для того, чтобы понять, в чем такая метаморфоза, я как бы взяла несколько в исторической перспективе, и мы знаем, что у истоков классической науки стояла так называемая республика ученых или республика писем, которая, ну, первые, скажем, какие-то зачатки этой социальной организации, они появляются еще в эпоху Возрождения, но особенно как бы расцветает эта республика писем, когда появляется почта, неэлектронная, да, в современном смысле этого понятия. Вот. И когда возникает такое неформальное объединение ученых, наднациональная горизонтальная сетевая структура, в которой нет социальной иерархии, единого центра, которая представляет собой самоорганизующуюся открытую систему. Вот. Ну, есть масса факторов, масса исследователей, которые изучают вот этот феномен этой республики ученых или республики писем и говорят, что это были слабые социальные связи, но тем не менее слабые социальные связи, они способствовали необыкновенному как бы распространению данных. Вот Декарт писал, что, отвечая на вопросы адресата, я познаю больше, чем посредством любого другого способа. Вот. Но вслед за республикой ученых, видимо, в процессе того, как наука становится, в общем говоря, очень все более авторитетной сферой деятельности и приходит понимание, что наука – это важная социальная и политическая сила, да, появляются другие организации, в частности, академии, я имею в виду государственные академии, которые, получается, вы помните, в Англии, да, и во Франции в XVII веке появляются академии наук. И академия наук уже представляет самоформализованное объединение ученых, национальные, вертикально-иерархические структуры, закрытые такие механические системы. Например, Французская академия наук, она включала, значит, такой разряд, как почетные академики, и, собственно говоря, почетные академики назначались, значит, королем из числа своих приближенных. Например, это был маркиз де Тарси знаменитый. И вот Ломоносов в своей небольшой работе «Худое состояние наук», он критикует как раз вот это явление, и он говорит, что, рассуждая о худом состоянии академии, невозможно сыскать к ее исправлению лучшего способа, как пресечь он и причины, которые привели академию. А главная причина – не попустить больше властвовать над науками, людям, малоученым, которые, однако, хотят, чтобы их за ученых почитали. Ну вот Академия наук, в том числе и Российская Академия наук, вот становится таким самым, что ли, ведущим институтом социальным и ведущим способом организации ученых. И, ну, конечно, появляются неформальные академии, но, тем не менее, я вот с мнением Ломоносова достаточно согласна. Ну вот к тому, что происходит в результате цифровизации, вот появления нового сообщества, я считаю, что мы могли бы применить термин, который был изобретен маршалом Макклюином. Правда, речь у него шла не о научном сообществе и не о цифровизации, но, тем не менее, мне представляется, что вот этот термин он назвал глобальной деревни, появлением глобальной деревни в связи с ускорением коммуникации. Ну вот мы можем, например, вполне, я полагаю, говорить о глобальной научной деревне, которая является собой, опять как республика писем, неформальное объединение ученых над национальную, горизонтальную сетевую структурой, в которой нет иерархии, нет единого центра, и которая является собой самоорганизующуюся, открытую и изменчивую систему. Ну вот жители этой глобальной научной виртуальной деревни могут встречаться ежедневно и знать друг друга в лицо. Конечно, глобальная научная деревня отличается от республики писем скоростью обмена информацией и разнообразием коммуникационных связей. Но я даже не буду вам об этом говорить, это и конференции, это и блоги, это и различного рода симпозиумы, круглые столы. Я сама проводила в прошлом году круглый стол с участием представителя вашего университета Черниковой по поводу как раз, как бы это сказать, господи, региональных научных сообществ. Ну вот, мне кажется, вот если мы рассмотрим все это в такой исторической перспективе, как бы те изменения, которые дает нам глобализация, становятся более понятными. Например, свой этост науки Мертон формировал, исследуя, как мы знаем, науку 17 века там в Англии, да, и мы прекрасно знаем, какую критика была там от Богуслова, от Дмитрова и так далее. Вот, и каким образом Мертон пришел к идее напряжения между полярностями норм. Ну, мне кажется, вот что в глобальной научной деревне, в отличие от Академии, вот эти принципы, которые изобретены были Мертоном, они как бы становятся вновь достаточно актуальными. Ну, второй момент, который порождает цифровизация науки, это новые познавательные идеалы и нормы, изменение представления о должном относительно субъекта, объекта научного познания. Ну, во-первых, это, конечно, изменение мышления. И вот об этом я слушала и живьем, и беседовала, и читала книги. Очень много пишет Манович, всем нам, наверное, известных. Известные, вот отчасти я взяла его, как бы, концепцию, взяла концепцию Фридриха Китлера, который говорит, что это медиафилософия, который говорит, человеческое знание определяющим образом зависит от используемых для его фиксации и трансляции технологий. Они задают матрицу, внутри которой нечто такое, как значение, вообще становится возможным. Ну, и можно выделить, очевидно, какие-то характеристики мышления цифровых аборигенов, то есть тех, кто, в общем говоря, родился уже в цифровую эпоху и как бы склонен к этому типу, социально, к этому типу такого цифрового мышления. Во-первых, это алгоритмичность, модульность, логоцентричность, вот, многозадачность, ну и оценка информации как высшей ценности. Я думаю, что вот эти характеристики мышления, они уже как бы показывают, каким образом изменяет цифровизация, изменяет мир науки. Ну, кроме этого, можно говорить о изменении дисциплинарной структуры науки и познавательных идеалов. То есть вот классическая наука, значит, классическая наука, в основе ее лежало представление о мире как закрытой механической системе, и, естественно, наукой наук, в классической науке была механика, классическая механика, которая несла в себе идеал абсолютной или радикальной объективности научного знания, достигаемой за счет того, что субъект представлялся как дистанцированный, абсолютно чистый или, как говорят еще там, абсолютно голый наблюдатель. Вот такая чистая доска, как у Лока, на которой опыт фиксирует какие-то знаки. Ну, не классическая наука, не классическая наука уже представляется в себе мир как, значит, открытую, внутренне противоречивую, антинамичную систему, значит, саморазвивающейся. И здесь как бы уже две науки наук появляются. С одной стороны, это релятивистская физика Эйнштейна, а с другой стороны, квантовая физика Макса Планка. И рождается вот этот идеал принцип дополнительности Нильсобора и идеал интерсубъективного. Но вот предыдущий докладчик как раз об этом и говорил, что классическая наука, получается, целиком и полностью базировалась на принципах реализма, потому что считалось, что вот истина – это как бы открытие реально существующих законов природы. Ну, а не классическая наука, она уже в той или иной мере базируется на принципах номинализма. Именно в неклассическую эпоху развивается конвенционализм, ну, появляется различного рода там такие объяснительные, объяснить экстроналистские именно схемы, вот в позитивизм и объяснение там динамики науки. Что же дает нам, вот я назвала это постнеклассической наукой, ну, в постнеклассическую, то есть в нашу эпоху, это я немножко здесь противоречу Степину, который выводит там глобальный эволюционизм как принцип постнеклассической науки. Ну, вот наука и наука – это, очевидно, становится компьютер-сайенс. И я бы предложила вот использовать для того, каким же является идеал познавательной деятельности, вот такое понятие – интеробъективность. Это понятие придумала не я, это придумывал Алексей Салин, мой коллега, который теперь работает в высшей школе экономики, занимается он Science Technology Study или акторной сетевой теории. Вот идеал интеробъективности. Тут сразу как бы много всплывает всяких ассоциаций. Вот. Ну, что это за идеал интеробъективности? Как бы я его смогла бы представить, репрезентировать здесь? Ну, во-первых, в самой этой науке компьютер-сайенс, в общем, господствует идеал объективности научного знания. Но было бы странным, если бы люди старались бы собирать необъективные данные, да, и каким-то образом обрабатывать их, скажем, с инструментами, которые не гарантируют для них, в общем говоря, какого-то достоверного результата, да. Вот. Поскольку мы знаем, что, в общем, это достаточно широко сейчас используется не только в науке. Ну, вот гуру такой вот этой науки компьютер-сайенс Ларри Константин, он пишет, вот у него такая интересная цитата, что человеческий фактор в программировании является третьей волной компьютерной революции. Сначала произошел кризис, связанный с аппаратным обеспечением. После линия фронта в компьютерной революции переместилась к рубежу, который многие стали называть кризисом программного обеспечения. В конце концов, подобно Погу и его легендарным друзьям из Оки, Финоки, на своем опыте мы выяснили, в чем тут дело, как Мудро сказал этот маленький апостол. Мы встретили врага, это мы сами. И это действительно так, все сводится к человеческому фактору программирования. То есть человеческий фактор рассматривается не как нечто, скажем, как в неклассической науке, когда, в общем-то, результаты научного исследования обычно считается, что они зависят и от инструментария, да, и от принадлежности ученого к какой-то научно-исследовательской программе, да. То вот в данном случае понятно, что личностный фактор рассматривается как нечто, вот то, с чем нужно бороться, человеческий фактор, то, с чем нужно бороться. То есть никогда бы Ларик Константин не согласился бы там с Палани, который выдвигает идеал личностного знания. И вот я еще забыла сказать, что вот цифровизация как раз, как мне представляется, она вот, наверное, она предлагает некую середину между реализмом и номинализмом. Вот концептуализм, я думаю, здесь вот представлю. Ну вот, с одной стороны, вот вы понимаете, о чем заявляет, да, что мы боремся за исключение человеческого фактора, который чрезвычайно вредит нам. Мы стараемся, то есть это возврат вот к этому империзму классическому, да, возврат к какому-то радикальному объективизму. Но, тем не менее, вы понимаете, это уже новый какой-то виток, потому что и поэтому абсолютная такая тут возврат в умную ретроспекцию такая невозможна, да. Но это можно показать на методологии так называемых больших данных, которые вот сегодня используются, ну, наверное, во всех науках. Вот, и, ну, известно, 5 ВИ, то есть 5 требований к большим данным. Это объем информации, скорость накопления, ценность информации, полезность. И вот видите, достоверность информации. Хотя... Николаевна, извините, пожалуйста, ага, к выводам, у нас еще один докладчик до часу надо закончить. Неужели я так долго говорю? Ну, видите, поздно подключились, мы немножко не рассчитались. Нет, нет, я с самого начала подключилась. Значит, хорошо, я быстро. Значит, вот что такое, что предлагает датаизм? Датаизм вообще это такое, знаете, абсолютизация, что ли, цифровых методов. Он предлагает, что давайте мы вообще откажемся от каких-то ученых, и все нам заменит, всех нам заменит ученый-программист или так называемый дая-сайентист, вот, который, в общем, будет обрабатывать данные, собирать и обрабатывать данные. И, в общем, на этом вся наука, в общем, закончится. Но, тем не менее, выдругается и другая идея, идея трансдисциплинарности. Например, вот Денис Сивков, мной очень уважаемый, да, он говорит о том, что, значит, нам надо трансдисциплинарность, он вообще использует слово коллаборации, вот, трансдисциплинарность, она предполагает, что все-таки качественные методы наряду с количественными возможны, и синтаксис нам надо соединять в обязательном порядке с семантикой. Ну, и последнее, вот, цифровизация способствует модификации научной картины мира. Ну, сначала появляется, конечно, дисциплинарная информационная картина мира в рамках компьютер-сайенс, потом информационная частная научная картина мира, например, в социальных науках сейчас общество как некая информационная система, и, наконец, общенаучная информационная картина, ну, например, известный автор всем, да, Ллойд, который вот в своей книге программирует вселенную, что мы должны говорить не об атомах и там об электронах, а о битах, да, вот. Ну, и есть другая позиция в Флориде, которая предлагает рассматривать универсум как инфосферу, и рассматривать, что, в общем, существование универсума есть постоянная негантропийная работа, то есть борьба с энтропией, с разрушением информации. Ну, и последний вот момент цифровизации науки делает необходимым пересмотр сложившейся философии и социологии моделей роста научного знания, и здесь, я думаю, очень перспективным является вот эта социология перевода, вот, в изучение цифровизации науки, ну, вот на этом, коль скоро так надо срочно закончить, я немножко скомкала, но, тем не менее, пожалуйста, вопросы? Вопросы? Что-то вы нас так загрузили, цифровизацию. Ну, вы меня, извиняя, так спешила, так вот старалась все протараторить. Спасибо, что старались. Ну, да, мы каждый день в этой цифровизации, что вот даже и не воспринимаем диоретическую реплексию. К сожалению, я не слышу. Я не разрываю, у меня разрываются. Слова разрываются на части, я не слышу. А так слышите? Так слышу. Да, знаете, вопрос такой, вот в перспективе датаизма, как бы вы оценили перспективы трансгуманистических проектов, вот, скажем, в текущей ситуации? То есть, по состоянию, там, 10 лет назад все было непонятно. А вот в текущей ситуации, не именно кибернетический трансгуманизм, не биологический. Вот видите вы для него какое-то место в датаизме или нет? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, я студентам записывала видео лекции про трансгуманизм. В том числе одна была такая лекция. Вот, вы понимаете, ну, масса найдется критиков. Понятно, трансгуманизма. Масса есть фильмов про трансгуманизм, где говорят, что человеку не нужны интеллектуальные костыли, вот, и так далее. И все. Ну, вот вы понимаете, какая история? Да, действительно, чем дальше мы были, продвигается история, тем больше нам становится понятно, что человек все более становится искусственным. Да, и все в более искусственной среде он живет. Вот, и, наверное, нам бы хотелось сохранить нашу естественность. Вот, и, видимо, вот, как сказал мой предшествующий докладчик, да, надо искать какую-то середину, вот, между вот искусством, то есть чем-то искусственным, да, и естеством. Вот, вот мой коллега, сейчас его уже нет, Назаритян, Акоп Погосович, вы знаете, был, наверное, есть, нельзя на науке говорить, что он был. Вот, он говорит о том, что мы приговорены, в общем-то говоря, делать свой выбор в пользу искусственности, потому что вот в своем естественном состоянии мы просто не выживем. Вот, ну, я думаю, что тут каждый человек вправе решать, значит, какую середину он выберет между искусством и естеством. Спасибо большое. Я ответила на вас вопрос, потому что я почему-то слышу звуки с прерывающимся, понимаете, с паузами какими-то. Спасибо большое, Елена Николаевна, да, мы все услышали, все хорошо, да.